МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите... К труду и обороне готовы. Рязанский МЧС показал мастер-класс по сдаче нормативов в ГТО. Лови волну. Ну а если моря нет, то выходи на серфинге с веслом. В здоровом теле – здоровый дух. Рязанские тренеры знают об этом не понаслышке. Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне», сокращенно ГТО, ведет свою историю с 11 марта 1931 года. Именно тогда единая программа физкультурной подготовки начала внедряться сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР. Поскольку внедрение физкультурного комплекса проходило практически повсеместно и массово, вскоре ГТО превратился в основу системы патриотического воспитания советской молодежи. Впрочем, не только молодежи, поскольку в нем могли участвовать все желающие – от 6 до 60 лет. Смысл ГТО – всестороннее физическое развитие человека, на укреплении и сохранении его здоровья, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины, формирование духовного и морального облика человека. Физкультурный комплекс ГТО включал бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные виды, научно-практические сведения по физической культуре и спорту, правила, умения и навыки в области гражданской обороны. Сдавшие нормативы получали соответствующие значки в качестве награды. А те, кто выполнял нормативы на протяжении многих лет, становились обладателями почетного значка ГТО. Новую систему ГТО-2014, эти незаслуженно позабытые в свое время, планируются и сделать практически пожизненной для человека. А по всей стране намечено развернуть сеть центров тестирования, где человек сможет пройти испытания. Сдача норматива в ГТО становится важнейшим критерием качества физической подготовки жителей России. Новая переработанная советская система, готов к труду и обороне, уже стала обязательной для сдачи в школах и институтах. Также сдавать нормы ГТО теперь будут и сотрудники МЧС. Первый экзамен состоялся на базе Рязанской 4-й пожарной части. Правда, сдавали пока лишь добровольцы. Я считаю, для сотрудника МЧС это в первоочередном порядке, потому что сотрудник МЧС – это лицо, в первую очередь, МЧС России, который физически должен быть подтянут. Ну, и нормы ГТО – это для него должны быть как нормой сдачи физической подготовки, потому что эти нормы, они также включены, физическая подготовка включена в профессиональную подготовку подразделений МЧС. Поэтому сдача норм – это одно из самых основных направлений нашей профессиональной подготовки. Конечно, волнительно, потому что, во-первых, это мероприятие в первый раз проходит, и всегда что-то неизвестное, что-то новое – это всегда волнительно. Но мы надеемся, что в МЧС служат очень сильные, ответственные люди, и я надеюсь, что все получится. Для представителей опасной профессии такие спортивные мероприятия не являются чем-то сложным. Но и значение экзамена спасатели не умоляют. Если только 3 километра бежать, самое сложное, наверное, будет и долгое. А остальное все, любой сотрудник, я думаю, все выполнит на отлично. Вообще, как сами думаете, необходима вот эта сдача нормы ГТО? Да, конечно, это необходимая вещь. Я считаю, побольше таких мероприятий проводить физически, культурно хуже, я думаю, не будет. Я еще сам занимаюсь лыжными гонками, но еще увлекаюсь велосипедом и бегом. Так что, я думаю, все получится. Достаточно сложная гонка, велосипед, бег, спорт. Поэтому здесь получается просто для вас как обычная физкультура. Ну да, тренировка в повседневной жизни помогает. Я думаю, можно справиться с нормой ГТО. Сегодня сотрудники МЧС выполнили комплексы подтягиваний, отжиманий, приседаний, метаний гранат и другие силовые упражнения. Также спасатели пробежали на скорость, спринтерскую дистанцию в 60 метров и на выносливость в 3 километра. В общем, как известно, в здоровом теле здоровый дух и, возможно, благодаря именно нормам ГТО сторонников спортивного образа жизни будет становиться все больше и больше. Так что присоединяйтесь, а заодно давайте послушаем несколько советов от известного тренера о том, а как же все-таки начать уже приближаться к эталону. Здоровый образ жизни сейчас в трендах. В этом вы легко можете убедиться, подойдя к газетному киоску или включив телевизор с утра, особенно в выходные. Другое дело, что тренд остается трендом, а на деле в широких масштабах сейчас мало кто занимается популяризацией физкультуры, спорта и правильного питания. И человек, желающий начать вести здоровый образ жизни, просто теряется. А с чего он начинает-то? Вокруг столько методик, обещающих за пять минут в день сделать вам стальные мышцы, упругую попу или кубики на прессе. Кроссфит, зумба, пилата, скалонетика, йога, цигун, тайбо. Да просто глаза разбегаются. Конечно, проще всего пойти и купить или скачать какой-нибудь обучающий диск или книгу «Благо» в интернете этого добра навалом. Позаниматься, если понравится, позаниматься еще. Потом бросить, потому что надоело. Еще более простой, но более дорогой способ подправиться в фитнес-клуб, оплатить индивидуальные занятия с тренером и выполнять все, что тот скажет. Но это не сделает вас здоровым, если в спортзале вы занимаетесь час, а все остальное время сидите с компьютером и трескаете булки и печенье. Словом, как быть и что делать, чтобы уже начать воплощать мечту о красивом и здоровом теле, непонятно. А оказывается, нужно всего лишь для начала начать. Заниматься никогда не поздно. Вот утром встал и пошел в фитнес-зал. Даже не важно, фитнес-зал, потому что фитнес-тренировки – это не ограниченное какое-то занятие в ограниченном пространстве. Фитнесом можно заниматься и летом, и зимой, и весной. Поездка на велосипеде, просто ходьба больше 25 минут – это уже есть физическая нагрузка, фитнес-зарядка, можно сказать, для всего организма. Работает сердце. Если вы еще будете работать активно руками, и вы прибавите темп, и будете прибавлять с каждым днем, это будет хорошая фитнес-тренировка для начинающих. А потом, если вы освоите вот этот темп хорошей ходьбы, можно пересаживаться на велосипед, можно пойти хорошо поплавать. Это зависит от человека, что ему ближе – водная среда, либо какие-то занятия с атрибутами, так как инвентарь, велосипед и так далее. Может быть, греблю можно освоить, потому что у нас тоже есть база в Рязани, пожалуйста, или где-то в городе. Наверняка есть такие общества, которые занимаются походами, сплавляются на байдарках. Это тоже фитнес, это здоровый образ жизни, если вы хотите так. Людям начинающим нужно начинать, в первую очередь, с себя. Для того, чтобы начать, нужно иметь просто большое желание созреть вот здесь. Это мне нужно. А потом уже это все будет легко. Ну, в общем, кроссовки приготовлены, энтузиазм хлещет, мотивация маячит радужными перспективами покупки красивого платья, завистью к постраневшей фигуре друзей и знакомых, кучей поклонников и поклонниц, падающих к вашим ногам. Остается самое главное, если действительно решили подружиться со спортом, нужно сразу запомнить, что отныне это навсегда. А вот как быть с тем, что у нас многие, например, у нас вообще как бы принято, наверное, худеть к лету, к 8 марта, к Новому году. Вот как все-таки, либо заниматься всегда, либо каким-то мероприятием. Вот это вот у нас стереотип, менталитет, не знаю, это только в России, наверное, есть, потому что, ну, нужно прийти к этому. Фитнес – это не просто к чему-то, к какой-то дате похудеть, сбросить, а потом это должен быть образ жизни такой. Либо вы поменяете на здоровый образ жизни, будете постоянно заниматься фитнесом, какой-то активностью физической. Но худеть вот к лету, влезть в новое платье к Новому году, поехать отдыхать, поехать отдыхая, похудеть к лету, поехать отдыхать в ту же Турцию, да, онклюзив, да, и приехать, набравши лишние килограммы, а потом опять худеть, это чревато тем, что никакие диеты вам потом, то есть используя какие-то диеты, они будут не во благо. Надо заниматься всегда, где только можно, с чем можно, с друзьями, коллективно, ну, конечно, легче заниматься с кем-то. Надо найти единомышленника, собраться, найти кроссовки, спортивную обувь, которую вы запихали где-то далеко в шкаф, и просто выйти на улицу, пройтись пешком. Ну, а теперь, когда мы вроде все выяснили, решили, конечно же, все в наших с вами руках. Главное всегда помнить, что движение – это жизнь, а тело – оно у нас одно. И ведь правда хорошо, когда оно здоровое и красивое. К сожалению, летний сезон подходит к своему завершению, а вместе с уходом тепла некоторым любителям здорового образа жизни становится проблематично заниматься определенными видами спорта. Среди таковых и серфинг. Да, не удивляйтесь, ведь кататься на доске можно и без мощных волн. Долгое время серфинг оставался далеким, чуть ли не заморским, в прямом смысле этого слова, видом спорта. Хотя многие знакомы с катанием на доске, если и не самостоятельно, то, по крайней мере, видели, как это делают профессионалы, либо любители оседлать гребни морских или океанических волн. Однако для того, чтобы прокатиться на доске по водной глади, вовсе не обязательно жить у моря, с его мощными приливами и буранами. Серфинг с веслом, или по-английски сапсерфинг – молодой и новый вид спорта, получивший в последние годы неслыханную популярность по всему миру. Зародился он в Тихоокеанском регионе. Опытные серфингисты использовали его как средство поддержания спортивной формы. Но управление доской оказалось настолько простым, что вскоре этот спорт привлек детей, подростков и даже пожилых людей. По нему сейчас проводятся международные соревнования и марафоны. В последние годы сапсерфинг становится все более распространенным и в нашей стране. Последователи нашлись и в Рязани. Алексей, когда позволяет погода, надувает свой серф и выходит покататься на Барковской карьер. В частности, в Рязани идеальное место для такого вида спорта, потому что здесь нет ничего для серфинга и для других видов спорта. Это довольно-таки демократичный вид спорта, потому что здесь не нужен ни ветер, ни катер, ни волна, ни какие-то дополнительные помощники. Здесь ты можешь сам управлять своим плавсредством, как на байдарке, только немного интереснее с одним веслом. Мы катаемся с друзьями, нас не так много в Рязани, двое. То есть у нас такая пока маленькая команда, но многие пробуют, многие планируют приобрести, многие загорают с этим видом спорта. Алексей говорит, что весьма развито катание на досках с веслом в нашей северной столице. Санкт-Петербургские сапсерфингисты уже довольно многочисленны и массовость позволяет проводить даже чемпионаты России. Впрочем, оспойли сапсерфингисты и знаменитые каналы в историческом центре Санкт-Петербурга. Внешне это похоже на самостоятельную экскурсию по основным городским достопримечательностям. Катание на доске с веслом, признается и рязанский сапсерфингист Алексей, отнюдь не экстремальный спорт, а своеобразный вид релаксации. Ну, это своеобразная медитация, когда ты отплываешь далеко в те места, недоступные для большинства людей, ты как бы сливаешься с природой. Потому что эта доска может пройти там, где даже байдарка не пройдет. По самым маленьким отмелям можно проплыть куда угодно, в любой закоулок. У нас в Рязанище много проток, очень много озер, которые для моторных лодок, для резиновых лодок даже недоступны. Мы же на сапе можем там проплыть. Хотя, конечно, работа с веслом вызывает не всегда удовольствие. Ведь для того, чтобы развивать большую скорость на воде и не терять при этом равновесие, необходимо укреплять мускулатуру. Во время тренировки задействуются мышцы спины, пресса, рук и ног. На самом деле, это как велосипед. Нужно научиться, и потом будет легко. Самое главное – научиться держать баланс и подталкиваться веслом от воды. На самом деле, все просто. Этим видом спорта, если так можно назвать, даже моя мама может заниматься. То есть, она встала на доску в первый раз, не упала в воду, а поплыла. Соответственно, кто-то встает и падает, кто-то может с первого раза этим заниматься. Спортсмены экстра-класса также пользуются сапсерфингом. Правда, случаются с ними и курьезы. Например, осенью прошлого года забавная история произошла с чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимиром Кличко. Тогда, во время катания на доске, Владимир стал атаковать подплывший к нему на катере боксер Шеннон Брикс, который долгое время добивается чемпионского поединка. Шеннон начал кружить вокруг Владимира, создавая при этом большие волны. И в результате Владимир Кличко оказался в воде и был вынужден вплавь добираться до своей лодки. Ну а если подобных инцидентов удастся избежать, то занятия сапсерфингом могут стать отличным времяпрепровождением. Польза для души и тела гарантирована, если, конечно, баланс не подведет. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и повсегда у вас открывается второе дыхание. Субтитры создавал DimaTorzok